Площадь революции приведут в порядок. Сейчас перед Вятской филармонией стоят киоски. Они устраивают не всех. Также горожане просят благоустроить территорию перед установкой памятнику Александру Невскому. Он должен появиться в конце лета, в начале осени. Какие работы проведут и как преобразится общественное пространство, расскажет Кирилл Комаровских. Сейчас на площади революции стоят сразу три киоска, два стационарных, один передвижной. Там торгуют кофе, шаурмой и пончиками. А рядом находится храм искусства, как называют его некоторые кировчане, филармония. Архитекторы считают, что торговые объекты не вписываются в общую концепцию места. Вот в данный момент, на данной территории они неуместны. А вот туда дальше, ближе к филармонии, там парковая зона есть. Можно там сделать и какую-то торговую зону в парковой части, и волкицы, и пастух живой. Загвоздка в том, что объекты находятся не на муниципальной земле, а на придомовых территориях. Собственники схитрили, заключили с предпринимателями договоры аренды и получают с бизнесменов деньги, рассказали в администрации Первомайского района. Принудить убрать объекты власти не могут. Сейчас они пытаются договориться. Сейчас территориальным управлением прорабатывался вопрос переноса данных объектов в другие места, так, чтобы устраивало как жителей, так и собственников этих объектов, ну и, соответственно, не портило внешний облик нашего города. Данные работы планироваться провести и завершить к юбилею города Кирова. По словам чиновника, предприниматели уже согласились на переезд. Кто-то переместит точку на пару метров, а вот кому-то и вовсе придется уехать в другое место. Также уберут пункт полиции. Что касается самой площади революции, то перед установкой памятника ее благоустроят. На это потратят 49 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. До 20 апреля с ним подпишут договор. К юбилею он должен выполнить большой объем работ. Это укладка гранита, бордюров, освещение, малоархитектурные формы и так далее. То есть площадь будет полностью преображена. И установку памятника мы планируем включительно на август-сентябрь. В апреле-майе сделают фундамент для монумента. Для города это будет бесплатно. Трата взяла на себя одна из строительных компаний. Власти заверяют, скоро общественная территория заиграет новыми красками. Кирилл Комаровский, Алексей Стахеев, Бюро новостей. До вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова